КОНЕЦ Это очередной семинар, но сначала мы преодолевали, как бы, можно сказать, психологический барьер к новой постановке задач, к новым возможностям, и все равно все больше задают вопросов, собственно, а зачем нам это нужно, а почему нам нужно использовать именно эти настройки, а почему мы не можем оставаться в рамках нашего обычного Excel. Вот, сейчас мы постараемся в том числе и ответить на эти вопросы. Я преподаватель центра Булаева Светлана Игоревна, я веду офисные программы, но в центре моего внимания Excel, вот, поэтому, соответственно, сдача экзаменов с получением статусов, соответственно, по офисному пакету, сдача экзаменов с получением статусов Мосмастер. И мой электронный адрес, вы видите на этом слайде, избулаева-собачка-специалист.ру. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что каждая конкретная задача, она требует конкретного осмотрения, может быть, конкретного выстраивания алгоритма решения, то, что вы сейчас подчеркивали на нашем тренге, на офисе все третьей части. Вот, поэтому мы скорее будем знакомиться с вами все-таки с инструментом, с какими-то общими особенностями. Итак, новые надстройки семейства Power. Вот это те основные, которые мы прежде всего рассматриваем, и они появляются, начиная с 13-й версии. PowerPivot и PowerQuay встроены уже в 13-й версии, но они настолько важны для аналитиков, для анализа, что их можно бесплатно скачать и доустановить в офис 2010. Причем, когда вы это скачиваете, то эти настройки, они автоматически встраиваются в саму программу Excel. Сейчас мы еще раз вспомним и уточним эти моменты. Вот, а в 16-й версии уже эти надстройки, они присутствуют. Но в любом случае, после установки или уже в 16-й версии их надо активировать, мы это посмотрим. Итак, вопрос все-таки на сегодня – это когда нам необходимо использовать эти надстройки. Потому что в любом случае мы не хотим усложнять себе работу. Если можно решить задачу простыми средствами, почему бы так бы и не сделать. Итак, прежде всего, когда не надо использовать эту надстройку. Когда мы не связаны с большими объемами. Когда мы работаем классически в пределах одной исходной таблицы, то есть у нас база данных – это одна таблица. Когда у нас таблица идеально подготовлена для анализа. То есть, собственно, это те таблицы, с которыми мы работаем с вами в наших классах на тренинге. Потому что наша задача – посмотреть работу с инструментами. Они борются с теми проблемами, которые у нас есть, связанные с исходными данными. И очень важный момент – обновление формул не занимает много времени. Потому что постоянно обращаются сотрудники компании. Вот буквально последний вопрос, который еще висит в меня неотвеченном. Это мы не можем открыть файл. Полдня открывается файл. Итак, это другой подход. Это новое пространство для работы с нашими данными. Итак, если встает вопрос, что у нас много источников, много источников, то тогда мы эти данные помещаем в PowerPill. Мы создаем с вами модель для работы, модель для анализа. И дальше, собственно, выгружаем в Excel в виде, ну, например, сводных таблиц. Сводная таблица – это на сегодняшний момент – это наилучшее средство анализа. Значит, выгрузка из модели данных – это сводная таблица со своими особенностями. Далее. Если у нас не просто много, а у нас вообще, в принципе, много записей, даже в предполагаемой одной таблице до 100 миллионов, например, то это опять мы загружаем в модель данных и выгрузка в виде сводных таблиц. Но в PowerPill предполагается, что у нас идеальные будут таблички. А если они не такие, тогда мы уже используем PowerWorkway. Эта настройка предполагает модернизацию наших данных. Модернизацию наших данных. И далее мы можем выгружать. Ну, например, вот здесь сразу мы видим кусочки таблиц. То есть их просто, может быть, надо склеить. Но самое примитивное, самое простое, то есть не вручную копипаст делать, копировать, вставить. Вот. Это как бы самое первое действие. Значит, мы с вами используем PowerWorkway, а далее по нашему желанию. Или мы закидываем это в модель данных PowerWorkway, или мы выгружаем в виде таблицы, уже объединенные. Причем самое важное, что все эти результаты, они связаны с исходными данными. Потому что вот эти все исходные данные, это может быть результат, может быть, еще какой-то выгрузки. И у вас постоянно меняется эта выгрузка. Поэтому, проходя через обработку этими настройками, мы получаем с вами результат, который имеет возможность обновления. Далее. Я опять возвращаюсь. Когда мы говорим об анализе, то мы подчеркиваем, что эти настройки предназначены для бизнес-анализа, который заключается в том, что нам не просто надо получить результат, нам не просто надо получить суммарные итоги, а нам, собственно, надо получить такие результаты, может быть, результаты сравнения. Давайте посмотрим. Итак, такие результаты, на основе которых можно принимать решения. Ну, например, мы хотим не просто получить итоги за каждый год, мы хотим сравнить итоги. Мы хотим, ну, вот, например, взять вот на фоне, например, такие вопросы, вот самые последние. Как распределяется интабельность по категориям товаров для каждой возрастной группы? То есть предполагается, что нам надо определить возрастную группу, нам надо определить интабельность, нам надо, может быть, доли взять, проценты. И когда, может быть, на занятии просто звучит этот вопрос, а вот мне нужно, а как мне это сделать, да? То есть, собственно, это выстраивается решение пошагово, и дальше бизнес-анализ предполагает, собственно, выбор инструмента, каким мы будем этим пользоваться. Итак, значит, не просто результат, а результат, который позволяет сделать вывод. Вывод сравнения, вывод определения. Вот, то есть, для этого предназначены вот эти надстройки. Итак, вот сейчас, чтобы лучше представить структурно себе, представить место каждого элемента, или как бы сам процесс, как это происходит, то мы с вами, мы с вами из различных источников, это могут быть различные листочки Excel, это могут быть различные файлы Excel, это могут быть, в принципе, различные файлы, это могут быть различные базы данных. Итак, мы выгружаем, и один из моих первых тренингов как раз и был посвящен вопросу импорта, когда мы обращались ко многим источникам, и мы загружали в модель данных PowerPilot. То есть, мы создаем своего рода хранилище данных вот в этом пространстве настройки PowerPilot для дальнейшего анализа. Вот, и, а затем уже выгрузка выполняется в виде сводной таблицы с элементами, или можно сказать, что эта сводная таблица представляет собой структурное представление данных или анализ структурных данных, вот, в виде куба ООО. А далее, если нам не просто нужны табличные данные, а вы хотите представить их с использованием диаграмм и так далее, то это будет уже настойка PowerView. Сейчас на этом тренинге, на этом семинае, мы основной акцент делаем в работе с моделью данных. То есть, как бы пошагово идем, все это смотрим. Итак, первая наша задача будет посвящена вычисляемому полю. Итак, у нас есть данные, и проблема заключается вот в чем, или вопрос заключается вот в чем. Есть одна таблица, или мы представим, что это много таблиц, да, то есть мы закидываем их в модель данных. Ну вот, прежде всего, задача для обычного пользователя. И нам нужно создавать многие отчеты, многие отчеты, и в каждом отчете может присутствовать какая-то наша с вами операция, которую мы добавляем с вами в отчет сводной таблицы. То есть, если это простая таблица, то мы добавляем вычисляемое поле. И вот первый вопрос, который звучит, ну, неужели нам в каждом таблице, в каждом отчете надо создавать свое вычисляемое поле? То есть вопрос не в том, что мы не можем это сделать, а вопрос в том, что у нас десятки срезов, десятки вот таких таблиц, и одно и то же поле мы с вами вынуждены делать в конкретном отчете. Значит, мы это делаем не в отчете, а мы создаем это вычисляемое поле уже в модели. И вот сейчас мы с вами это сделаем. Итак, я пока прерываю, да, то есть вот мы закидываем в модель данных, мы будем создавать вычисляемое поле в модели данных, да, посмотрим, что это такое, как это делается. Вот, и, итак, пожалуйста, откройте, откройте файлик задачи, вычисляемое поле. Что-то лишнее я там убираю. Ну, я напомню, да, то есть сейчас вот прямо я сделаю сводную табличку, чтобы просто мы вспомнили, что это такое. Итак, перед нами идеально подготовленная таблица, то есть ее сразу можно закидывать в модель данных. Так, но если мы говорим зачем и работаем обычным образом, то вы можете сделать, можете посмотреть. Делать просто, чтобы вспомнить. Итак, вставка, сводная таблица. И пусть это будет не на новый лист, а пусть будет даже на существующий, прямо здесь. Вставка, сводная таблица, на существующий лист. И вот здесь вот рядышком я поставлю, я покажу ячейку, да, и окей. И, соответственно, у нас появляется макет, у нас появляются обычные поля. Ну, и, например, я хочу сделать итог по менеджерам. Ну, просто чтобы их было не так много. Итак, мы назначаем менеджеров, мы с вами назначаем сумму заказов. Я закрываю это поле. И нам нужно посчитать НДС от этой суммы. То есть вычисляемое поле – это анализ, это поля, элементы и наборы, вычисляемое поле. То есть для обычной сводной таблицы это вычисляемое поле. И мы с вами назначаем НДС. И далее перед нами все поля, сводные таблицы. И дальше НДС от чего? От суммы. То есть двойной клик по сумме. Или выделить, добавить поле и умножить на 18%. И мы нажимаем кнопочку «Добавить». Окей. И вот, пожалуйста, НДС у нас с вами появилось. Значит, вот и сегодня прозвучал вот ответ на ваш вопрос. А подхватывается ли у нас форматирование? У нас практически никогда не подхватывается. А вот если мы делаем вычисляемое поле, то вы видите, что формат у нас исходных данных, он подхватился. Ну, то есть никогда нельзя говорить «нет» или «да». То есть бывают ситуации, когда это выполняется, когда не выполняется. Итак, сейчас мы сделали сейс наших значений по менеджерам. Сейчас я вернусь. Покажи, как все это получилось. Презентация. Итак, мы с вами получили, как вычисляемое поле, это анализ поля элемента набора, вычисляемое поле. Вот. И мы с вами получили НДС, как сумму, нужную на 17%. Итак, кто не знает, как делать, просто посмотрели. И в презентации я подчеркиваю, что сейчас у нас менеджеры, может быть, города, может быть, наименования. То есть по каждой таблице нам приходится выполнять вот эти 18%. Это неудобно. Итак, мы возвращаемся к нашей табличке. Мы можем или удалить, или оставить, неважно как. И вот сейчас мы опираемся на исходную таблицу. И наш алгоритм следующий. Мы с вами помещаем эту табличку в модель данных. И затем уже в самой модели данных мы создаем вот такое вычисляемое поле. Итак, пожалуйста. Итак, пожалуйста. Первое. Обязательно надо назначить режим таблицы. Иначе это происходит автоматически. И в этом случае вот эта шапка или первая строка перестает восприниматься как шапка, а у нас добавляется первая строка как заголовки. Итак, пожалуйста. То есть мы с вами показываем таблицу и назначаем вставка, вставка таблицы, или Ctrl-T. Автоматически очищивается. Мы нажимаем ОК. ОК. Далее. Далее. Ну, я надеюсь, что со многими мы уже достаточно долго общаемся в плане того, где находится надстройка, а как она назначается. Поэтому я лишь напомню, что если у нас 13-я, 16-я версия, то PowerPay вот уже встроена, то есть ее доустанавливать не надо. Я напомню, что это надстройка. Возможно, только... Давайте я покажу. Файл. Учетная запись. Возможно, только в профессиональном офисе. В других офисах мы ее не найдем. Поэтому, если у нас 13-я, 16-я профессиональная, то надо активировать, чтобы они появились. Вот сейчас в классах, может быть, это уже активировано, и вы видите PowerPay. Если нет, или кто у нас в режиме вебинара, посмотрите, пожалуйста, или вкладка «Разработчик», и мы видим с вами на стройке «Ком» шестереночка оранжевая. Или, если разработчика нет, сейчас не будем смотреть, как он назначается. Тогда идем обычным путем. Файл. Параметры. И мы с вами назначаем надстройки. Но внизу не надстройки Excel, а надстройки «Ком». Ну, то есть все то же самое. И нажимаем кнопочку «Перейти». Итак, или бы мы нажали надстройки «Ком», или мы с вами через общую команду у нас открывается вот такое окошечко. В 13-й версии, или если вы устанавливаете в 10-ю, то мы ставим, то есть мы видим все настройки, и мы назначаем PowerQuery, PowerPivot. Ну, сейчас мы больше другие не рассматриваем. В 16-й версии PowerQuery уже встроена в саму программу. Вот. Поэтому в этом списке мы ее не находим. Итак, поставили флажок PowerPivot в Excel, и мы нажимаем «Ок». И у нас с вами появляется дополнительная вкладка PowerPivot со всеми командами. И в первую очередь мы с вами видим «Добавить в модель данных». То есть вот эту таблицу мы с вами добавляем в модель данных. И у нас сразу развернулся интерфейс PowerPivot. Скажите, есть такое дело? Есть такое дело. Хорошо. Мы можем свернуть. Давайте сейчас свернем, чтобы как бы было более осознанно. Дело в том, что когда вы назначили режим таблицы на вкладке «Конструктор», у вас появилось название «Таблица 1». Мы можем здесь давать любое свое имя. Ну, пусть будет называться «Таблица 1», просто сейчас мы это увидели. Далее. Далее. Начиная с 16-й версии, если бы у нас не был запущен PowerPivot, или мы с вами его закрыли бы, то для того, чтобы открыть, для того, чтобы запустить тот интерфейс, который мы с вами свернули, мы назначаем первую кнопочку зеленой «Управление. Перейти в окно PowerPivot». Начиная с 16-й версии, эту кнопочку добавили прямо сразу. «Вернуться в окно PowerPivot». То есть вот, пожалуйста, или с этой надстройкой мы можем параллельно работать. То есть вот мы свернули окно, и вот, собственно, внизу у нас оба окошечка находятся, мы просто можем переходить. Не можем. Ну, хорошо. Не хочет, не надо. Итак, значит, мы с вами переходим, то есть нажимаем зеленую кнопочку, и вот мы перешли. И посмотрите, пожалуйста. Значит, название листа, по сути, на каждом листе своя таблица. Это особый интерфейс с командами. Мы находимся на вкладке «Главное», но и другие дополнительные, и другие вкладочки со своими командами. То есть это свое пространство, свое пространство для бизнес-анализа. И если у вас или крупно, или мелко, ну, неважно как. То есть вы видите фактически повторение нашей таблички. У меня это крупнее, у вас это мельче, то есть я могу прокрутить, увидеть. Скажите, пожалуйста, увидели? Нет. Не увидели что? Итак, первая команда была «Добавить модель данных». То есть кликнуть по табличке, и на вкладке «По пиво» назначить «Добавить модель данных». Мы можем добавлять различными способами, ну, как бы вот этот основной, когда мы идем из таблички. То есть вот здесь, посмотрите, пожалуйста, сейчас мы на стадии обычного пользователя идем, то есть как бы с минимумом наших знаний. Но мы можем изначально открыть этот интерфейс и выполнять импорт прямо сразу в модель данных из других баз данных, из других служб, из других источников. То есть мы можем с вами обращаться в том числе и к различным файлам, эксерк-текстовым файлам и так далее, и по сравнению с обычным нашим импортом эти инструменты имеют большие возможности для обработки данных. Итак, но вот сейчас мы с вами рассматриваем введения, может быть, какие-то отдельные вопросы. А, собственно, эти настройки мы изучаем на курсе Excel 6-я часть бизнес-анализа. Поэтому я что-то обозначаю, а мы, собственно, с вами переходим, переходим, к нашим столбцам. И обратите внимание, здесь столбцы. Обратите внимание, что режим таблицы я везде сравниваю с пленочкой, которая покрывает наше значение. И вот сейчас мы с вами, по сути, добавляем новый столбец или пишем формулу прямо здесь. Итак, пожалуйста, столбец. Выделяем ячейку, ставим курсор в строку форму равно. И мы хотим прямо в базе данных, то есть вот здесь в этом пространстве, назначить 18%. Кликнем по любой ячейке сумма. И обратите внимание, название столбца берется в квадратных скобках. Вот сейчас мы с вами видим язык DAX. Язык, собственно, на котором пишутся... Вот, давайте я здесь напишу. DAX. Язык, на котором пишутся формулы в этом пространстве, PowerPero. Язык DAX является симбиозом или является таким миксом, миксом, объединением функций Excel, элементов языка SQL для работ базы данных и для работ с объемными базами данных, язык DMX. Ну, это неважно сейчас на самом деле. Итак, давайте сделаем. Итак, мы выделили ячейку, поставили курсор в строку форму, поставили знак равно. И мы или показали, или мы можем с вами напечатать квадратную скобочку, или напечатать, или просто кликнуть по ячейке. И у нас появится. Ну, давайте посмотрим. Умножить на... И вот здесь, смотрите, здесь есть особенности этого языка. Если я кликну 18%, то здесь это не сработает. Мы помним, что Excel переводит наши проценты в десятичные знаки, поэтому вот здесь прямо изначально надо писать 018. И Enter. Итак, мы с вами получили вычисляемый столбец. То есть в Excel мы говорим, это вычисляемое поле. В пространстве PowerPill мы говорим, что это вычисляемый столбец по расположению. Потому что вычисляемое поле, это у нас еще будет, это другой инструмент. Итак, вычисляемый столбец здесь, это вычисляемое поле. И давайте назовем его Endales. Итак, правой кнопочкой мышки, и мы с вами назначаем переименовать, и назначаем Endales. Ну, можно проверить потом. Хорошо. Итак, значит, мы можем здесь писать свои формулы, добавлять формулы вычисления и так далее. И далее. Это работа в модели данных. То есть это и есть модель данных. Но давайте так сразу посмотрим. Мы можем видеть в табличном виде наши данные, а мы можем видеть эти таблички, говорят, в виде диаграмм. Посмотрите, пожалуйста, представление диаграмм. То есть вот она, наша табличка. Менеджеры и так далее. То есть в этом пространстве мы можем работать со многими таблицами, но об этом позже. А сейчас мы возвращаемся с вами в кнопочку наверху, просмотр, еще раз, представление данных в виде таблицы или представление в виде диаграмм, чтобы работать со многими табличками. Итак, нашли. На вкладке «Главное». То есть сейчас неважно, где мы находимся, но мы вернулись в представление данных. И выгрузка. Выгрузка выполняется в сводной таблице. Значит, мы с вами, то есть мы с вами не усложняемся, все по умолчанию. Итак, мы с вами назначаем сводная таблица. Мы не будем на этот же лист, пусть это будет новый лист. Окей. Итак, мы с вами... Мы с вами видим обычную, обычный макет сводной таблицы. Поле правой кнопочкой мышки скрыть список полей, нажать, и он... Итак, посмотрите, пожалуйста. И у нас с вами есть... Итак, хотим менеджеры? Пожалуйста. А сумму хотим? Хотим сумму. Хотим НДС. Вот, пожалуйста, мы НДС. У нас не подхватывается формат, но формат мы всегда можем назначать в виде... Формат мы можем на месте, по месту назначать. Ну, давайте посмотрим, как обычно делают. Малый кто еще мог, может, собственно, даже знает вычисляемые поля. Значит, если мы... А, от этого значения-то не кое-как нам будет. Нет, не буду так делать. Итак, мы это выполнили. Далее мы хотим вернуться с вами, вернуться с вами туда же, в пару первых, потому что следующий шаг – мы создаем новый отчет, который не связан. Например, мы хотим посмотреть отчет по, может быть, заказчику, по наименованию, да? Ну, например, по заказчику. Значит, это новая выгрузка, сводная таблица. Но это уже будет на существующий лист. И вот здесь обратите моменты тоже. Некоторые тонкости, они только на практике выявляются. То есть если мы с вами привыкли просто показать курсор и в общем показывать лечейку, то я вспоминаю офис 2000 года, когда, собственно, вот, пока мы не свернем окно, у нас с вами лечейку нельзя выделить. То есть окно надо обязательно свернуть и только после этого показываем лечейку, нажимаем «Ок». Вот. Ну и вот, собственно, у нас независимое. Вот. Хотим, например, по заказчикам. И вот у нас сумма. И вот обратите внимание, у нас НДС присутствует и по нашему срезу. Все получается? Итак, первую табличку выполнили. Первую выполнили. Если первая выполнена... Хорошо. Я делаю третью, вы вторую. Значит, мы с вами заходим в паропивод. Открываем кнопочку управления. То есть сейчас здесь мы не будем с вами работать горячими клавишами. Не все горячими клавишами делается. И каждая новая таблица – это новая выгрузка. И мы с вами назначаем сводная таблица. Вот. И теперь уже на существующей. И обязательно надо свернуть это окно, чтобы показать место вставки. Окей. Свернуть это по красной стрелочке, кликнуть. Итак, мы сейчас с вами посмотрим, как организовывать связи в модели данных паропивод. Пожалуйста, откройте следующий файлик. Задача аналог ВТР. Итак, у нас с вами есть табличка. То есть вот наши заказы, наши объемы. Далее. У нас с вами на втором листе есть прайс-лист. То есть вот у нас таблицы. И если бы мы назначали ВПР, то ВПР извлекает значение из другой таблички. И далее вот конкретно для этой таблицы мы создаем, например, поле стоимость. Ну и, собственно, можно сказать, наша задача Айшина в рамках нашего тренда вексиля «Вторая часть». Но если мы хотим создать модель данных, чтобы выполнять любые срезы, любые отчеты, сравнивать и так далее, анализировать данные, то мы, собственно, закидываем наши таблички в модель данных и начинаем их анализировать по разным параметрам. Вот. Но. Но. Значит, у нас, обратите внимание, для того, чтобы… Значит, нам нужно подставить цену. Но прежде всего мы с вами находим ключевые поля. Значит, в нашей таблице заказов это наименование, а в прайс-листе это также наименование. То есть обратите внимание, что связь мы можем организовать одна ко многим или многие ко одной. То есть мы с вами… Вот вспомните ВПР. Мы говорим, для какого значения. Это значение как бы задается, во второй табличке находится, и, соответственно, по этому значению определяется, значение подставляется. Итак, и прайс-лист у нас, собственно, готов. Но если один отчет у нас будет с вами, допустим, по наименованию и наименованию стоимость, то второй отчет я хочу сделать по нашим менеджерам, чтобы по каждому менеджеру была итоговая стоимость, ну и с каким-то дальше расчетом, может быть, анализом. И особенность построения или работы со многими таблицами. Кто-то аксесс, может быть, вспоминает. Или вот здесь вот такой вот момент, как бы новый. У нас должен быть тот список уникальных значений, по которому мы хотим получить отчет. То есть вот прайс-лист, он уже готов. Мы уже видим, у нас список уникальных значений, по которой происходит связь и с которой мы будем работать. Дальше. Если мы хотим получить отчет по менеджеру, это значит, что у нас должен быть список вот этих значений. Значит, что мы делаем? Копируем, создаем, копируем. То есть мы как бы дополнительно создаем ключевое поле отдельно, даже без всяких обозначений. То есть мы как бы этим показываем тот сейс, который, итоговое значение, которое мы должны увидеть в результате. Итак, мы просто вставляем. Ну, менеджер с нами тоже назначен. И мы можем закидывать эти таблички, закидывать эти таблицы только если это режим таблицы. Первая табличка у нас в режиме таблицы, как она у нас называется, заказы. Вторая табличка у нас называется прайс. И мы с вами организовали ключевое поле или третью таблицу менеджера. Итак, давайте мы это сделаем. Итак, назначаем вставка таблицы. Ctrl-T или вставка таблицы. Итак, первый этап. У нас все рассматривают таблицы в режиме таблицы. Второй этап. Мы помещаем их в папиру. Итак, пожалуйста, мы помещаем их в модель данных. Начинаю с любой таблицы. Показываем. И на вкладке PowerPier, пожалуйста, нажимаем кнопочку «Добавить в модель PowerPier». Вот если это первый раз, то у нас PowerPier открывается. Хорошо. Мы сворачиваем. Столбец 1. Ну, это как бы нехорошо. У вас также со столбцом 1? Давайте так. На самом деле вот нехорошо. Я опять копирую. Ну, даже исправлять не хочу. Итак, что здесь я не учла или на что не обратила внимание. То есть сейчас это просто вид текст, откуда программа знает, что это наш заголовок. Поэтому, когда мы назначаем вставку таблицы, мы поставим заголовок, мы показываем, что менеджер – это заголовок, который, собственно, будет и определяться в нашей таблице. То есть у нас не добавляется вот этого нового значения, что это столбец 1, как заголовок. Хорошо. Далее. Вот эта таблица у нас… Таблица. Давайте назовем ее менеджером. Ну, так, чтобы аккуратненько все было. Так, таблица менеджера. И сразу «М». И закидываем ее в модель данных. Итак, показываем таблицу, назначаем PowerPilot. И назначаем «Добавить в модель данных». И каждая табличка на своем листе. Вот она у нас появилась. Хорошо. Сворачиваем. И теперь «Прайс лист» мы с вами добавляем также в модель данных. Итак, «Добавить в модель данных». Хорошо. Добавить. Далее. А теперь, пожалуйста, для того у нас три отдельные таблички. Давайте мы на них посмотрим. Итак, мы переключаемся в представление диаграммы. И вот мы получили наши таблицы «Заказы», «Менеджеры» и «Прайс». Итак, можно переставлять таблички, пусть центры будут заказаны. И для того, чтобы сейчас работать со многими таблицами, они должны быть связаны. Или мы должны сами показать те ключевые поля по аналогии с «ВПР». По каким полям у нас с вами определяются значения. Итак, «Заказы» и «Прайс». И у нас с вами определяются по наименованию. И связь создается. Вот прямо схватили. И переносим, перемещаем наименование на наименование. И вот сегодня, кто вместе занимался, многие занимались, вы видели, что в «Аксессе» это готовая связь. А вот так сейчас здесь мы создаем в «Аксессе», вот в этом интерфейсе. Далее. Связь не обязательно сразу обозначает те поля, с которыми мы связали. На самом деле это непонятно. Только когда мы выделяем или кликаем по этой линии, кликаем, вот сейчас непонятно. И когда мы подводим стрелочку к этой линии, когда может быть, да, вот, то есть вот, пожалуйста, у нас подсвечивается. То есть мы можем перемещать как угодно, теперь связь у нас присутствует. Далее. А менеджеры и заказы у нас связаны по полю менеджера. То есть мы берем… Так, значит, надо посмотреть, что у нас там. Давайте посмотрим. А, вот, у меня Иванов. Вот что же у меня с этими… Видите, он ругается, что у нас не уникальные значения. У нас многие, пока многие, вот, поэтому вот, вот что-то, да, сегодня как-то с этим. Вот, и мы возвращаемся в PowerPilot, и вот, пожалуйста, вот. И связь, она организована. То есть вы видите, у нас все это отслеживается. Ну и далее мы с вами смотрим. Итак, пусть будет в центре внимания заказы, и мы выгружаем наш отчет, наш отчет в сводную таблицу. То есть уже выгрузка из модели данных. Итак, сводная таблица. Пусть это будет на новый лист, и мы нажимаем с вами «Ок». Итак, мы сразу, поскольку таблички связаны, то мы сразу их видим. Вот если бы таблицы не были бы связаны, тогда бы на этом листе активное мы увидели бы заказы, а у нас появляется, вот отличие от обычного поля по сводной таблице, у нас еще появляется вкладочка «Все». Вот тогда бы мы перешли бы на вкладку «Все» и увидели все таблички, все таблицы. Ну а поскольку они связаны, вот они у нас получились. Итак, мы начинаем. Мы хотим с вами получить отчет наименования, объем. Вот у нас объем. Да? Вот. И. И. Из прайс-листа нам нужно взять цену. Цену. Вот это первая особенность, которую мы с вами видим. У нас по всем результатам общий итог показан. Просто общий итог. Это особенность. Особенность. И. Когда мы кликаем по ячейке, посмотрите, пожалуйста, у нас появляется лупа, и нам предлагают детализировать эту таблицу. Нам предлагается детализация. Давайте посмотрим. Да, детализация. Ну, не по наименованию. Да, да, да. Сейчас посмотрим. Детализация по наименованию. Кликните прайс, вот где у нас наименование. Детализация по наименованию. Ну, не по наименованию. Вот. И у нас требуется детализация. В то, что ячейки был назначен фильтр по грушам. Ну, так случилось, потому что именно с этой ячейкой. Или, может быть, надо было бы выделить все ячейки и показать детализацию. Тогда было бы по всем ячейкам. Значит, ничего страшного в этом нет. Мы открываем, мы назначаем, выделим все элементы и показываем, что нам не все груши нужны, а нам нужны все элементы, по всем элементам и окей. Ну, сейчас доделаем эту задачку и пойдем. Я могу сейчас закончить связь, мы с вами посмотрели. Просто мы немножко задержались, наверное. Итак, сейчас мы, собственно, завершаем, потому что вот сейчас мы связь посмотрели, но она как бы еще не сработала, потому что мы получили что? А, или сработала связь. Мы цену-то уже получили, да, из прайс-листа. То есть вот у нас детализация. Но давайте вернемся. Давайте, ну, подождите, менеджер, давайте мы здесь доделаем, потом менеджер у нас будет, хорошо? Итак, мы вернемся в управление, мы вернемся в управление, вернемся в представление данных, и мы с вами перейдем на заказы. Просто обычно у нас всегда было до семи, а сейчас время сократили семинары. Поэтому вот немножко сейчас, пока мы немножко задержались еще. Итак, итак, пожалуйста, посмотрите. Мы находимся на заказах, мы связь посмотрели с прайсом, а по аналогии, по аналогии с ВПР мы выполнили. Но, а вот дальше, а если мы стоимость хотим получить, да? Ведь раньше, раньше, ну, или кто делает первые шаги вообще? Давайте посмотрим. Вот мы говорим, а давайте здесь прямо создадим вычисляемое поле. А на вкладке «Анализ», если это куб пола, или это выгрузка из этого интерфейса, то вычисляемое поле вот здесь уже не активно. В самой таблице мы не можем это выполнить. Значит, мы это можем сделать в интерфейсе PowerPilot. Или кто-то рядом вот здесь выделяет и начинает. Я просто покажу, с чем вы сталкиваетесь. Значит, мы сталкиваемся с тем, что кликая по любой сводной таблице, мы получаем вот такую структурированную ссылку. Может быть, она нам не мешает умножить на количество. Мы получаем результат, да, действительно такой результат. Но потом масса проблем, которые мы обсуждаем на второй части, как быть с этими структурированными ссылками, как их отменять и так далее. То есть, конечно, вы можете так вот перенастроить, все это получить, но нам как-то это уже неинтересно. Потому что сейчас мы с вами добавим стоимость, а потом к менеджерам также стоимость и получим. Итак, пожалуйста, мы возвращаемся с вами на PowerPivot. и мы добавляем новый столбец. Добавляем новый столбец. Значит, стоимость как у нас будет? Стоимость у нас равна объем умножить на цену, которая в прайс-листе. Итак, пожалуйста, мы показываем равно, мы показываем объем. То есть, это каждый элемент умножить. Но если раньше по привычке мы переходили на другой лист, мы показывали прайс и так далее, то это неправильно. Это не отвечает синтезу нашего языка DAX. Поэтому мы просто знаем, чтобы взять данные, связанные ячейки, мы переходим на английский язык, и мы с вами назначаем функцию Related, связанный. И если мы правильно назначили, то у нас, собственно, открывается обозначение всех наших табличек. То есть, просто запоминаем Related, связанный. Alt-Shift или Ctrl-Shift. Да, и он выдает все те поля или все те столбцы, которые он видит. Во-первых, он видит все другие таблицы. И он видит, что прайс и нас интересует цена за килограмм. И еще такой момент. Если в наших обычных формулах последнюю скобочку, мы говорим, можно не ставить, то здесь все очень жестко. Предлагает, да. Предлагает вместе... Все поля. Все поля. И английскую нажимайте, потому что нам точно нужна вот эта функция. Итак, и вот... Да, чудо. Будем считать, что это чудо. Итак, и мы с вами давайте переименуем. Переименуем. Значит, это у нас стоимость. И мы с вами, с вами... То есть мы видим, что в этом интерфейсе вы сами можете задавать свои формулы. Это не только вот такие простейшие. Это просто первый шаг. Да? То есть мы поместили в модель, мы модели создаем. То есть это стало частью наших заказов. Пожалуйста, выходим. Вот, теперь мы с вами выходим в Excel. Мы с вами видим, что в заказах у нас появилась стоимость. Она автоматически появляется. Желтое окно. Значит, желтое окно появляется, что, возможно, вам потребуются связи. Значит, если мы бы не знали, как зайти в Парпиво, то вот через эти команды мы также могли с вами организовать связи. Могли бы. Вот. Но это неудобно, это нехорошо. Но, собственно, такая возможность, вот, он говорит, создать. Вот. Но, собственно, мы уже создали, поэтому нам это не нужно. То есть если бы мы с вами не смогли бы открыть Парпиво, мы бы это сделали. Итак, вот, пожалуйста, мы с вами добавили, и вот у нас стоимость, вот у нас посчиталась. И это означает, что мы сейчас с вами можем зайти туда же, в Парпиво, и мы с вами делаем новый отчет. То есть мы назначаем опять по заказам, ну, не важно уже, сводная таблица. Мы назначаем с вами, а давайте здесь, может быть, ниже. То есть мы сворачиваем, и вот здесь ниже, просто немножко вот так, ну, обычно это помельче. Вот. И мы назначаем с вами новый отчет, и нас интересуют менеджеры, менеджеры, и нас интересуют менеджеры, ну, может быть, та же стоимость. И вот обратите внимание по тому, что у нас получился одинаковый общий итог. Одинаковый общий итог. Мы с вами видим, что, собственно, ну, как бы наша вот идея или наше вычисление правильно. То есть неважно, какой срез мы сделаем, то ли по наименованиям, то ли по менеджерам, да, у нас общий итог должен быть одинаковый, общая стоимость по всей таблице. Скажите, пожалуйста, увидели, ну, как, первые шаги получилось, получили, сделали. То есть еще раз обращаю ваше внимание на то, что для того, чтобы получить результат по менеджерам, мы, собственно, вот этот список, по которому, ну, может быть, можно сказать, вот если бы мы делали бы группировку сводной таблицы, да, то есть это список уникальных значений, по которому мы получаем итоговые значения. Вот этот список или вот эта табличка, кто-то называет это шаблон, по которому мы, табличку, которую мы должны подготовить, по которой надо выполнять значения. Вот, вот на это хочу обратить внимание, потому что, вот дальше уже как бы в завершении, в завершении. Значит, эту таблицу, это мы закрываем, здесь мы все выполнили, все, что хотели. И отдельный вопрос, конечно, это с датами, да. Ну, вот, допустим, третий фалик, я не предполагала его рассматривать, я предполагала его только показать. Значит, например, мы хотим сделать анализ срези даты исполнения. Ну, любой анализ, да, какой только придумаем, ту же рентабельность и так далее, то есть мы все можем задать через вот эти вычисляемые поля, и обратите внимание, что нам обязательно важно. Нам важно, чтобы отдельно были наши даты, по которым мы с вами дальше формируем группы, по которым получаются итоги. И вот здесь я возвращаюсь в презентацию, потому что... Давайте посмотрим. Потому что вот здесь такой подход. Вы можете формировать таблицы, с которыми дальше выполняется анализ, в самом Excel. То есть это таблицы Excel, а потом их закидывать уже в модель данных. Вот то, что мы сейчас с вами делали. Но если у нас с вами работа с датами, то обратите внимание, то есть, по сути, нам с вами нужно из конкретных дат таблицы подготовить шаблон таблицы так, вот в которой будут вот эти все ключевые поля. То есть мы с вами должны подготовить, что по кварталам у нас будут итоги, по месяцам, может быть, по дням недели будет. То есть изначально надо как бы готовить вот такую таблицу, по элементам готового, или в срезах категории, которых мы будем получать итоговое значение. Если вы готовите такую таблицу в Excel, то, соответственно, вот меня как-то спрашивали, что по каждому столбцу, собственно, есть и в Excel. Значит, как извлекать из конкретных дат вот эти кварталы, как формировать квартал, месяц и так далее. Вот вы сейчас видите у меня, нет? Что, собственно, это такие существенные, это просмотры, это день недели и так далее. То есть это в Excel надо еще найти эти функции, собственно, сформировать вот эту выборку, чтобы из конкретных дат получить, там, обозначить, извлечение квартала, месяца, дня, недели. Значит, первый подход этот. Но я бы сказала, нет, это не для меня. Я этого делать не буду. То есть следующий подход. Мы просто закинем какой-то вот этот диапазон дат в модель данных. Итак, мы закидываем в модель данных. Сейчас, секундочку. Итак, начиная с 16-й версии, вот этого ничего делать не надо, потому что вспомните, что у нас автоматически выполняется группировка по дате квартал, месяц, год. Поэтому нам достаточно просто в 16-й версии закинуть вот эти уникальные значения дат, в диапазонах которого мы рассматриваем. А может быть, даже и вот этой второй табличке вообще в принципе не надо. У нас мы закидываем в модель, мы пользуемся возможностями анализа модели, но когда мы выгружаем сводную таблицу, то у нас формирование отчетов по вот этим группам месяц, квартал и год получается автоматически. А может, если это показать, чем это будет? Все. Время наше и стекло. До 10-го декабря. Нет, я бы это, может быть, и показала, но мы должны были закончить в 18-15. Поэтому мы чуть-чуть задержались, мы чуть-чуть. Вот. Поэтому я бы сначала бы повторила. И это мы с вами эту задачку прямо начнем в следующий тренинг. В чем случае? Вот. И продолжение. И вот сейчас я открою. И сейчас я открою презентацию. То есть, ну, вот, собственно, что мы обсуждали, да, бы я здесь подсказала бы. Ну, то есть разные задачки, разные проблемы. Напоминаю о том, что это Excel, шестая часть бизнес-аналитика, где мы очень подробно. Сейчас у нас, по сути, 40 минут, 45 минут было, да. А это 4 полноценных занятия, вот, где мы рассматриваем эти надстройки. Ну, а, собственно, продолжение я вас жду прямо с этой задачки мы и начнем. Дат – это особая история, это особая задача. То есть я подберу уже и КВЭИ, когда мы дорабатываем наши таблицы с данными, когда они плохо подготовлены. И 10 декабря мы с вами продолжим рассмотрение.